Вы слушаете канал жааш.клаб.батфорты. Как звали того испанского наездника 12-го столетия, который первым обул высокие и жасткие сапоги, закрывающие колени, никто не скажет. Нет никаких сведений о нем. Но то, что в 1212 году такие сапоги уже обували целые конные воинские подразделения испанских рыцарей, зафиксировано в Кастильских и Арагонских королевских хрониках, речь идет о битве при Лас-Навас-де-Толосе против альмахадов. Потом подобные сапоги замечены были во Франции в офицерской экипировке кавалерии, это произошло в конце 15-го столетия. Французские высокие сапоги, очень похожие на современные ботфорты, имели ряд отличий от испанских, они уже не гнулись ни в щиколотки, ни в колени, настолько были жесткими. С французского языка «ботфорты» как раз и переводится как сильные сапоги. Их сконструировали для армии так, что, защищая колени, ноги всадника почти не уставали. Добрались ботфорты и до Российской империи. Наверное, первым их обул царь Петр I, так ему они понравились. А за ним и императрица Екатерина Великая. Именно с ее подачи ботфорты стали носить придворные. Для удобства таким сапогам сделали раструбы, можно было сгибать колени. Сапоги ботфорты украшались бусинами из жемчуга, кружевами. Подкладка подвергалась рукодельному художественному шитью. На светских «вечеринках» такую подкладку придворные отворачивали. Украшения в ботфортах указывали на общественный и социальный статус их владельцев. Сперва ботфорты являлись мужской обувью, но пришел XX век, и вместе с эмансипацией ботфорты получили модницы женщины. Они неожиданно для всех начали сочетать ботфорты с мини-юбками, подчеркивая красоту своих ног, что не могла это не заметить мужская половина человечества. Так ботфорты попали на различного рода эротические мероприятия и шоу. Ботфорты полюбились женщинам, как теперь говорят, с низкой социальной ответственностью. Однако жизнь переменчива во всех отношениях. Изменились общественные взгляды и на неписанные правила, приличия и норм поведения. Ботфорты обули популярные и знаменитые киноактрисы. О ботфортах заговорили, они превратились в модный тренд. Кумирам миллионов повсюду стали подражать. Фабрики во многих странах приступили к массовому пошиву ботфорт разных типов и моделей, способных особо подчеркнуть достоинства женской фигуры и ее сексуальность. Наступило третье тысячелетие, и сейчас кожаные и замшевые ботфорты с разной цветовой гаммой, различными каблуками, шнуровками, заклепками, подкладками стали обязательным атрибутом любой женщины, невзирая на ее возраст и социальное положение. Женщина просто подбирает себе красивую и удобную одежду и обувает ботфорты. Продолжение истории читайте на сайте jah.club